Началось все с того, что с субботы на воскресенье жилец 57-й квартиры начал топить нежележащие квартиры. Приехала наша аварийно-диспетчерская служба, отключили воду, поскольку жилец доступ к квартиру не произвел. В понедельник мы вышли на работу, нам передали данную заявку, мы вышли на данную квартиру, постучали, он открыл и кинулся на нас ножом. Жилец с нижележащей квартиры 41-й тоже пытался как-то с ним поговорить, он тоже кинулся с ножом, закрыл дверь и закрыл ее на щеколду. Мы стали разыскивать его мать. Мать разыскали. Мать сказала, я вне города, я за сына боюсь, он способен к суициду, он стоит у нас на учете в психоневрологическом диспансере, я не буду рисковать его жизнью. Мы стали уговаривать мать, чтобы она приехала и вызвала соответствующие службы, и квартиру вскрыли. Мы включали периодически воду, потому что отключали и холодную, и горячую. Мать сказала, что там пропиленовые трубы, но он умышленно наливал в ведро воду и выливал. Где-то он по залу разольет, где-то по кухне. Естественно, опять мы выезжали, мы отключали, люди сидели без воды. Вчера я, значит, жильцы написали заявление о том, что надо какие-то меры принимать. Вчера я написала заявление на начальника милиции Аксенова. Мы вызвали бригаду УВД, которая приехала и все это зафиксировала. На сегодняшний день мы все-таки договорились с мамой, мама приехала. И мы ей сказали, что давайте вызывать соответствующие службы. Вызвали МЧС, вызвали скорую, вызвали милицию. Значит, участковый сказал, я не выйду на вскрытие, поскольку мне не даст разрешение мое начальство. Звоню его начальнику. Он говорит, хорошо, он сейчас подъедет. Но поскольку приехала МЧС, помогла вызвать и мама тоже, приехала бригада. Значит, естественно, они вызвали и милицию. Приехал наряд милиции. Стали вскрывать дверь. Вскрыли дверь, он кинулся с ножом все в рассыпную, дверь захлопнули. Стали уговаривать. Значит, потихонечку стали открывать дверь. Зашли, он забаррикадировался на балконе. Вышел на балкон, слез на карниз, постоял, посидел. Тем временем уехали милиция, уехали 0-3, значит, скорая помощь 13-й бригады. Уехал МЧС, поскольку они сделали свою работу. Он спокойненько все это дождался. Сейчас опять зашел на квартиру. Мы открыли воду, чтобы люди набрали воду. Он сейчас опять топит. То есть, да, он набирает ведра воды и начинает опять топить. Все. Сейчас я обросилась в октябрьскую милицию, значит, дежурному. Он сказал, мама сказала, я писать на него заявление не буду. Поэтому мы уехали. Люди стоят, не могут зайти в квартиры, поскольку дверь вскрыта, и он очень агрессивный. Сейчас опять идет затопление, мы все на улице, и откуда нам ждать этой защиты, мы понятия не имеем. Что дальше будет, тоже не знаю. Не знаю, какие меры мне, как обслуживающей организации, как директору принять. Потому что люди все смотрят на меня и ждут от меня каких-то действий. Вы сейчас в данный момент не заходили в квартиру? Мы боимся заходить, потому что он с ножом, вы понимаете. Из разговора с мамой, говорит, что ранее он неоднократно резал себе вены. То есть, она не скрывает, что он стоит там на учете. По три месяца он лечится, опять возвращается. Тут не только мамы, приехали родственники. Мама отказалась писать заявление. Все. Что делать людям, что делать нам, я не знаю. Не знаю, какие меры на сегодняшний час принять, чтобы люди безопасно жили. Перекроем сейчас воду, поскольку вода уже дошла до первого этажа. Но соседи, опять же, вы, получается, никак не защитите? Не защищу соседей. А что делать? Внизу живет семья молодая, у них трехлетний ребенок. Ребенок вот этими парами, этим испарением, он тоже дышит. Все. Не знаю. Вот честное слово, не знаю, как выйти из этой ситуации. Все. Защитников нет. И все. Дверь открыта, квартира открыта. У него в руках холодное оружие. Он может все сделать, он непредсказуем.